Хочется от вас услышать оценку вашей работы, получить какую-то, да? Если что-то критическое замечательное, пожалуйста, их тоже не стесняйтесь делать для нас. Это коллекции 2017 года. С самого начала, грубо говоря, да, и по текущий момент. То есть, данная коллекция, коллекция Алилиана, сейчас она уже находится в топе, учитывая, что коллекция вышла, насколько я помню, в июле месяца, и очень быстро заняла лидирующие позиции 0,53 в формате. То есть, в данном случае коллекция исполнена в горячем тиснении, коллекция без стыков, вот, многоцветная печать, соответственно, как мы уже говорили, да, то есть, можно посчитать по количеству цветов, какое количество валов использовано в данной коллекции. Плюс здесь использовано еще разнонаправленное тиснение, потому что это тоже немаловажный факт, потому что, как правило, если использовать машину бровиловку валов, да, то есть, ну, там, это заметно, потому что печать в основном под определенным углом, и, как бы, внешний вид у нее немного другой. Вот, также здесь использованы пигменты, вот, при данном освещении выглядит не очень, можно подсветить. Здесь уже использованы не глиттер, что в основном используют все производители, но у глиттера есть там некоторые нюансы и приятные особенности, что под определенным углом он дает черные точки. Может быть, вы обращали на это внимание, может быть, нет. В данном случае никаких пятен данный пигмент он дает, и все работает. Дополнительно вот это использование этого пигмента придает дизайну дополнительный объем, то есть рисунок более глубокий воспринимается, да, потому что он нанесен в каждом элементе, и, получается, даже на листках, да, вся проработка интересует, они более глубокие, то есть более натуралистичные. Коллекция этого у нас умеет семь колористик, вот, на ее создание нас продавил успех Эльи, если вы заметите можете, что некоторые колористики, если кто-то продает, они очень близки к Эльи, и хотелось бы по этой коллекции какие-то этические результаты получить, что нравится, что не нравится. Тут из особенности то, что Александр сказал, разнонаправленное тиснение, это он хорошо очень видно на фоне, фон, видите, он не ровный, а объемный. Как раз вот эта объемность создана очень хорошо. На веточках, тиснение в одном направлении, а на фоне, так скажем так, тиснение, с ними, кто будет, на правом выборе, за счет этого есть объект. Поэтому, если кто-то, может, уже торгует или нет, пожалуйста, прошу высказываться. У кого есть точки-то пожелания? Какой вопрос. У нас сейчас в Визиуме, вернее, выпускает очень много полметрей горячего тиснение. И, с одной стороны, вроде как бы, какого мало на рынке. Вино 0,53 в горячке, он больше представлен в более дорогом сегменте, да? А это продается около 600 рублей на полке. 570 воль, да? Это последний ценовой сегмент. 570 рублей на полке, значит, вот. И, на самом деле, вот, для нас вопрос. Это, вот, фуфоры, например, 0,53, вот, востребованы. Насколько это будет востребовано, насколько это популярно. Если наш конечный потребитель вот любых метров, ну, им, наверное, всем очень понравилось, но, вот, 0,53 смущает, да? Смущает, да? Смущает. То есть, по самой технике исполнения, по дизайну? Да. Все отлично, да. Готовый выбор, на ширина смущает. Да, только вышло 0,53. Ну, вот, с одной стороны, да, вот, 570, это уже 1100, да? Если на километр брать, это, в любом случае, дешевле, чем ты будешь брать метровый улон. Нет, нет, эту коллекцию надо вставлять, да. В этом размере, да? 0,53, нормально. Ну, 0,53, вот. Да. То есть, краска, да. Конечно, это любительство важно, это вообще. Какого-то устроенного песня? Да, именно эта коллекция нравится мне. Вот именно в этом размере. Самостоятельный фон. Да. Ну, нужно тоже отдельно. И плюс полет для фантазии. Нужно вот эти вот полосы декора пускать, там, например, через одну фоновку, там, или две скомпаневарки по краям сделать. Вот это тоже отмечают. Покупатель этой линдзи. Или можно еще сделать полоску. Не вот этот линдзи, а вот этот линдзи. В полосе что-то. В полосе что-то. В третьем линдзи. Такой линдзи. Такой линдзи. Мы постарались по максимуму добиться этого достичности. Поэтому каждый камень, грубо говоря, ну, понимаем то, что это камень. Он мозаичный, да. То есть он с разными оттенками. То есть плюс также здесь нанесен небольшой пигмент. То есть для того, чтобы также выделить какие-то фрагменты, да. И плюс надо сказать, что касается нашей кухни. У нас каждая деталь проработана. То есть даже какие-то выемки, да, они именно проработаны не просто там краской, да, еще еще чем-то. А вот именно это все протиснено. Это наше преимущество. Скажем так, в отношении костных многих производителей. Детали. Детализация. Мелочь. Да. Конечному потребителю видят мелочь. Вот это уже вопрос непосредственно конечному потребителю. Он смотрит это. Они крутят его. Они любят. Соответственно, значит, им это интересно. Значит, они это замечают. Потому что собой это не только визуализация, это еще и тактильное восприятие. То есть что в этой коллекции такого интересного? Попытались создать мозаичную плитку, да, вот создать. Посмотрели, как это делают другие производители, что нам хотелось здесь сделать. Любая мозаика, она имитирует скол, как камни. И попытались этот скол именно рельефа и пигмент блестит, да. Плюс было большое желание сделать хаотичность в скол. Вы видите, что рисунок, его очень сложно здесь видеть. Повторяю, что период здесь очень сложно отследить. Вопрос опять. Надо. Она же бессионная для него. А вот там есть компаньон. Нет. Есть такая фон. А, точно. Бессионная. Но мы когда создали ее, мы поняли, что мы практически создали по самостоятельному бизнесу. Потому что компаньон у нас оказался более расстрированным, чем дизайнер. Вот так получилось, как бывает. Следующая коллекция это вента, как уже сказал Александр. Это уже комбинированная печать. То есть это уже основа вспененного винила. И за счет технологических режимов, то есть она является более прочной и устойчивой к механическим повреждениям. Что, собственно, основной бич, так скажем, вент. Это уже более плотный вариант, который, как у нас люди любят, стоят, ковыряют. И сон уже так не ковыряют. Соответственно, что они более устойчивы. Ну, цена пены. Ну, здесь уже использованы дополнительные пигменты, то есть, да, у пацанников для дизайна, чтобы подчеркнуть какие-то тени. Постарались по максимуму приблизиться к натуралистичности, опять же. Мы любим вообще это делать. Саша, получается, она стоит пену. Тысяча сто на пол. Тысяча сто на пол. Тысяча сто на пол. И она у нас улучшается. Ну, вот, если сравнивать там первый взгляд, да? Ну, вот. Ну, креативно. Креативно. Вот, он даже будет первый, да. По-такимному ощущениям, разница существенная. Но при этом это не горячий сень. О, ее можно как горячий подать, да? Ну, нет. Мы ее позиционируем. Знаете, мы, во-первых, позиционируем это как конъюнированное печать, это будет выделено. Да. В отдельный сегмент. Это будет, да. Это в отдельную технику будет выделено. В помощь, как говорится, вам. Опять же, вопрос. Все ли понятно? Интересно ли? Нужен ли такой продукт вообще? Нужен. 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 Плюсом, здесь еще многие отмечают, это фон. Как правило, все используют что-то примерно одинаковое, да? В данном случае, здесь уже фон отличились, так скажем. Такой фон отличается на тренере. То есть, это что-то такое-то подобие штукатурки, но такая ровная, да, горизонтальная. Плюс, также, здесь нанесена подложка. Нанесена подложка. Правильно, есть. Ну, здесь, как говорится, такая грубая имитация ткани, что ли, с элементами по штукатурке, да? Плюс, здесь подложка идет, она идет не только белок, она идет в пигмент серебристый. Здесь уже как-то на разные любители, да? Какой-то любитель, растяющий актуальер и предаконное освещение, насколько вы видите, в принципе, это в вашем объеме.